Кремлёвский доклад. Путин прокомментировал на встрече со своими доверенными лицами, за которыми уж точно стоят миллионы россиян. Кому же доверяет Путин и что они доверяют ему, знает наш корреспондент Анна Бажайкина. Эти люди из разных регионов, разных профессий, разного возраста. Режиссёр Кареншик Назаров, фигурист Евгений Плющенко, Тимати. Рэпер в круг доверенных попал впервые, хотя за кого он давно определился. Здесь же немало тех, кому самовыдвиженец Путин доверяет уже далеко не в первый раз, а они ему. Он очень много сделал, реально, и в том числе для высокотехнологичной медицины, для той области, в которой я работаю. Он был инициатором создания федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии, которые в корне, вообще-то говоря, изменили ситуацию с этим делом у нас в стране. Доверенные лица – его тыл. Всё символично. За спиной самовыдвиженца сразу три сопредседателя предвыборного штаба. Главная задача этого разговора – передать Путину наказы от избирателей. Пунктов много. Открыть культурные центры, поддержать малый бизнес, поднять зарплату учителям. Ваши майские указы сыграли большую роль. Может быть, эту поддержку продолжить? Вот сейчас я не буду говорить об указах или о каких-то других документах, но что мы точно должны сделать? Мы ни в коем случае не должны опустить эту планку. Мы должны её сохранить и обеспечить соответствующим финансированием, как из федерального, так и из региональных бюджетов. Это очень легко сползти от этого уровня прямо на следующем бюджетном цикле. Сказать, а, это мы сделали всё, теперь мы туда чуть поменьше дадим, и уже не будет учителей средней по экономике в регионе. Вот в один удар это всё уйдёт. Вот за этим нужно самым внимательным образом следить. Главное, говорит Путин, – люди, их благополучие и уверенность в будущем. Всё, что мешает идти вперёд, всё должно быть зачищено, отброшено. Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки нам просто невозможно, без современных технологий, без робототехники, без генетики, без биологии нам просто невозможно будет сохраниться. Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия всё равно шла вперёд. Вот это вот сверхзадача. Сложно представить благополучное будущее и без культуры. Об этом говорил актёр Владимир Машков. Заодно речь зашла и о фильме «Движение вверх» о триумфальной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 72. Вам спасибо большое за фильм. Два часа о настоящем и будущем России. Большой страны, где 85 регионов. Везде есть свои проблемы и есть понимание, как их решить. Вопросы освоения Арктики сейчас очень активно освещаются везде. Но Арктика – это же не только территория освоения, это не только промышленная зона, это ещё и родина для некоторой части населения России. Нам не надо агитировать за нашего кандидата. Жители Севера все прекрасно знают, видят работу президента. Агитация – одна из обязанностей доверенного лица. Они могут встречаться с избирателями, рассказывать о предвыборной программе кандидата, участвовать в дебатах, проводить митинги. Только что я приехал из Дагестана. Были встречи и с молодёжью, и с силовиками. Разговаривали, говорили о проблемах, о том, что нужно менять, какая страна должна быть, как регионы должны развиваться. Огромное количество проблем. И надежда должна быть насильного лидера. Игорь Бутман представляет Путину уже второй раз. Уже получил вот этот документ. Говорит, никаких дополнительных привилегий. С этим удостоверением доверенного лица, который у меня здесь в кармане, даже на гаишника не действует. Поэтому мы абсолютно не идём туда не для того, чтобы что-то получать, а мы стали для того, чтобы отдать. Мы понимаем, что у нас очень много есть проблем. Кто её будет сжать? Мы. Список доверенных лиц ещё может увеличиться. По закону не больше 600. Все они представители страны. И все их предложения могут дополнить предвыборную программу Путина. Анна Бажакина, Александр Александров, Руслан Хайрулин. Программа «Вместе». Итого университета.